что такое кино кино искусство со светом игры со светом созданием света светом картин какой-то мысли создание книг сознание образов людей копирования все это происходит светом не буду говорить тень потому что тень это и есть свет начнем с этого и законченное собственно да кино это и есть получается искусство света создание цвета и разумеется светом создавали искусство еще очень давно создавали светом искусство еще в древние древние времена как повторюсь и до античности и после античности и в ранее средневековье в позднее средневековье и византию это было обязательно понимаете что иконы византийские и ранее русские что скульптуры античных греков и римлян все это и даже движение и спорт и получается книги и либо вот хоть египетские хоть наскальные хоть какие угодно хочешь стоунхендж все это есть создание искусства светом стоунхендж это тоже есть игра и проявление света пространстве собственное кино многие спорят когда кино появилась на свет когда какой год его рождение получается кто-то говорит что конец девятнадцатого века кто-то может помню будет говорить середина девятнадцатого века наш когда были первые дагера типы созданы луи дагером и тому подобное и работы надара тоже можно отнести кинематографу потому что во многом там и проявляется чистое кино кино это даже не движение не обязательно кино это не инерция как многие тоже могут полагать операции из этого говорить что кино появилась намного раньше девятнадцатого века и тому подобное называя первым кинематографистом микеланджело меризи или америги до кровати вот он считается тоже многими людьми первым кинематографистом и уже была невероятно подвижная и до него так никто не писал не наблюдалось настолько вот такой нам родственной кинематографии и о картинах вот только после него появились даже импрессионисты или тернеры которые могли сравниться с его кинематографом доход белла крова белокура тоже в нем ездят этот кинематограф подвижность движения вот и тому подобное это называлось тоже но можно идти дальше кино это не движение кино это свет вот что такое кино по сути дела и называю множество гири гадар и русский кинорежиссер эйзенштейн верта долженко все они говорили что чистое кино это есть монтаж я продолжаю развиваю мысли что монтаж это не только монтаж монтаж это еще и операторская работа операторская работа и монтаж это синонимы и то есть одну одна монета заодно продолжать другу сейчас монтаж по большей части развивается продолжается в работах операторах оператор вот и если говорить то что кино это вот монтаж кто-то говорит кино это из движения кто-то говорит что кино это свет нужно учитывать что первый вот этот цвет первые вещи которым начал создаваться кино были у получается в каноничном технологическом плане у томаса эдисона многие говорят что у да винчи да винчи перед тоже один из первых да и вообще и до до винчи тоже вот создавали делали рисунком рисунок светом вот и светом и тенями ну вот потом потом камера паскура вроде так называется камера обскура у караваджо как он создавал свои кинематографические работы весьма кинематографическим способом разумеется он очень базировался на свет и тени все свет и тени создал он почти был как можно даже назвать всего камера обскура как первым фотографом вообще совокупности вообще не то что живет себя вообще вот так или были определенные как бы комиксы как бы собственно ручная создана анимация благодаря тому что одна картинка повторяет другую картинку и все несут один смысл одну волю к действию и пролистая сами одним нажатием пальца происходит движение это вот так вот получается в общем лагере лагеря такие кто-то говорит что кино это правда движение кто-то говорит что кино это свет третье же говорят что кино это машина какая-то определенная технология но машина машина состоит из этих двух первых компонентов что я сейчас сказала получается свет и движение то есть по сути машина отпадает потому что машина присутствует всегда что такое машина еще как она состоит она постоянно присутствует если пройти в глубину машина исчезает и остается только свет и движение значит у нас есть по большей части свет и движение вот люди которые называли что такое вот кино да но я хочу сказать что разумеется и движение такая вещь имеет свои свойства стоять что движение это как это равносильно и стоять что наиболее сильно двигаться и то что наиболее сильно стоит и тому подобное в этом плане я не знаю если так смотреть вникнуть суть что такое движение останется только свет вот но цвет этот присутствует везде свет падает на наши глаза так мы видим мир свет падает на объект и так он окрашивается цвет и то есть свет только разные разные длины разных отрезков вот это есть свет все это свет любая ширина любой объемом это свет и во многом все поражено порождение света и живопись она была и света и музыка по большей части даже если здесь вот так по сути кинематограф в таком случае тот кинематограф присутствовал во всем в каждом объекте особенно в искусстве если говорить об искусстве но если посмотреть то кино что такое кино а кино это такое искусство где присутствует все до технологии кинематограф присутствовал везде как я говорю кинем кино было всегда она присутствует повсюду и везде вот такое было объемное искусство которое убирала себя все а если сейчас перед на кино то это кино то это точно такой же искусств который создает себя путем слияния всего искусств сути и содержание поверхности и глубины каких-то вещей. Вот так. То есть, это было всем, оно было во всем, и сейчас это есть все. Как бы разница, было во всем, а теперь есть кино, это все как-то так. Оно генерирует, показывает в какой-то части. Разумеется, светом. Линзы, как и глаз, ориентирует глаз, выбирает, собирает свет. Мы собиратель свет. В общем, кино, это и есть свет. Кино присутствовало во всем, в каждом. То, что двигается, и то, что не двигается, и во всем. Собственно, как и эта суть его недалеко ушла, потому что, если взглянуть даже сейчас на кино, какое оно и сейчас, то оно похоже вот на эту суть, в том, что оно было во всем. Оно точно так же отображает все, и то, что из всего, и, казалось бы, кино как бы нет автора, у него миллиарды десятков авторов, не то чтобы съемочная группа, но еще и весь мир какой-то части. Вот так. Это неудивительная суть. Да, кино, это и все, оно было во всем. Это во многом... Ну, нужно понимать, что кино состоит... Есть в материи какие-то определенные невидимые искусства, которые служат клеем между объектами и между всем другим искусством. То есть, кино было во всем. Вот, было во всем. Но оно выполняло роль искусства связующего, искусства клея, благодаря которому все искусства и были. Музыка, живопись, поэзии, и тому подобное. То есть, оно стояло всегда между кирпичиками этих искусств. И склеивало эти кирпичики вместе. Мы не видели это. Это был клей. Это то, что стояло между. Мы это не видим. Это вам подобное. Но это гармонирующая вещь. И во многом, а то, что гармонирующая, показывающая. Это было... Это кино относится к разряду таких искусств, особенно до появления аппарата, к невидимых искусств, которые неощутимо, но настолько очень важны. То, что мы называем гармонией, и то, что мы называем связью и видимостью какой-то. Мы знаем, что есть у предметов видимость. Мы видим их, но мы не видим саму видимость, понимаете? Видимость очень много значит. Очень много значит. Но мы ее не ощущаем, ее не чувствуем, ее представить во многом себе не можем. Точно так же и вот кино, это есть одно из направлений этого, так сказать, глобального искусства. Может быть, даже это и вовсе не искусство и тому подобное. Об этих идей, когда я начал вдуматься в это, меня поражала система Аватас. Это я называю Аватасом. И поэтому я называла, что во многом близкое кино, это искусство Эмпетрис. То, что называется музыка в звукозаписывающих студиях, где они записывают музыку какую-то, то, что Дэвид Боуи, то, что Куин, то, что Рэнк Солнц, то, что Битлз, все это вот. Аватас, и оно ближе к кино, чем вот живописи или театры и тому подобное. Вот это ближе нам надо. Потому что второй Эмпетрис, это есть точно такое же, как бы, вроде бы продолжение музыки не совсем. Это есть тоже искусство, порожденное вот это парадс, вот этим невидимым искусством Аватаска. Но не буду вдаваться в мелкие вещи, какие-то подробности. Я хочу объяснить самую суть, расписывать времени, не найдется и не соберется. И, разумеется, вот тогда кино, это и есть вот. Оно присутствовало во всем. Это и свет или даже то, что стояло за светом. Оно присутствовало везде и всегда, и тому подобное. Просто мы сейчас сформировали рамку для этого искусства, и благодаря которому мы теперь его лучше ощущаем. Различие только в том, что мы стали больше ощущать это одно из глобальных искусств, что было всегда. Просто раньше мы это меньше ощущали, теперь мы это больше ощущаем. благодаря ядрам человеческим, которые, разумеется, ядра только потому, чтобы обрали как можно больше в себя из мира науки, искусства и других родов деятельности человека. Благодаря им, мы, разумеется, и больше начинаем ощущать какие-то все больше вещи, что были, вещи, что не были. Вообще вещи всегда были. Всегда было одно постоянство. То, что есть завтра, то, что появится завтра, то, что было вчера, оно и всегда имеет одно постоянство. оно всегда есть. Всегда стоит на одном месте. Различие в этом происходит, ну, от того, что оно пропадает или исчезает и появляется, это только из-за того, что это есть следствие той игры, то, что мы называем осознанностью, ощутимостью. Постоянство объекта не меняется, стоят на одном месте. Но меняется наша ощутимость с звеками, с звеками, звеками. И вот мы, вот это вот следствие, вот этот аппарат, вот это, что мы называем, кино, это и есть, называется следствием того, что мы просто стали надвигаемся и мы начинаем больше ощущать наш мир века растут тем что разумеется и дают за собой то что мы все больше и больше ощущаем и ощущаем погружаем в ощущение мира и вот поэтому мы теперь видим это искусство у него появилась какая-то рамка мы начали больше ощущать когда раньше нет но настолько глобальная вещь и это дало нам новые возможности и все так дальше идет ощутим в общем постоянство одно предмет всегда один меняется только невидимая пелена над ним то что мы называем ощутимость ощущением связанностью восприятием мировоззрение чувства вот что вот мир во многом он состоит глубоко из невидимого и пустотного не пусту пустотного и небытийного очень неосязаемого во многом это большая часть и составляющая любого объекта и мира то есть и не реальная нереальная глубоко стоит в реальном и даже порой кажется что нереально больше охватывает реальными то есть нереального как нужно больше больше чем реально вот что и эти аспекты формируют по большей части все то что мы любим то есть мы можем любить и мы можем видеть мир только из различий и вот это нереальное вот это свойстве и порождает в каждом какой-то клочок индивидуальности и тем самым создаются различия между всем что мы только видим ну различие никогда не было именно от того что различие есть это чем мы занимаемся это и есть следствие нереального вселенной то есть индивидуальная я мысль что-то одно конкретно конкретно одно взятое это есть проявление нереального небытийного пространства бытия и по большей части это следствие формирует это бытие реальное создает его потому что и наш процесс уничтожения и сглаживания этих разниц есть для наше движение в мире есть наш смысл и наша история по большей части нереально и нереально бытие-небытие сознательно-бессознательно заготове сознательным но это всеобщее бессознательное то что создает то что мы можем назвать душой сознанием любую конкретность любую индивидуальность любую точку среди других точек. Реальное и нереальное, бытие и небытие. И все то, что создает какую-то конкретность, какое-то я, то, что делает точку среди других точек, это и есть проявление бессознательного в нашем мире. А то, что было до появления этой точки, какой-то части, то, что не делает различий, это и есть наше бытие. Но оно состоит из вот этого небытия, то есть сознания, из бессознательного, из Кмонти, что я назову. Но я не буду об этом, потому что не, ну может быть и верно то, что я сейчас говорю об этом, когда поясняю, говорю, рассказываю, что такое есть кино на самом деле. Но вот кино остановимся пока на том, потому что все остальное будет абстрактно и неясно. Кино это свет. Вот что такое свет. Вот что такое свет. Это и свет, и там подобное кино, и свет. Если брать, я не буду брать абстрактный пример, я опять начинаю с начала всех рассказов, всех искусств, потому что история кино это история всех искусств. точно так же, как и любая история другого искусства. Но если брать с тем, что мы имеем, есть сейчас более связано, по канон, с канона на канон, то получается кино, история его началась в 1894 году с Томаса Эдисона. Томаса Эдисона получились первые аппараты, первые фильмы, кино. Есть про слона, про слона очень такой, тяжелый у него фильм. Вот, Томас Эдисон. Ну, очень заинтересованы были братья Люмьер, разумеется, его технологии очень сильно, и у Эдисона они его заполучили эту технологию и начали развивать братья Люмьер. Люмьер, это из полевой французского, кстати, свет. Вот, что очень тоже интересно. Вот братья Люмьер. Они начали делать тоже уже более первые фильмы, какие-то прям, потому что если у Эдисона были тесты, пока он не знал, как это назвать, что это было, как это, это просто какие-то, короче, свет, вот просто что-то не задокументированное, не залицензированное, что-то не запоставленное, у этого нет еще системы, полного спосновения. То Люмьер уже эту часть осознали, они знали, что они делают, как делают, и все, они знали, это, это синема, это фильм, вот, по-настоящему, то есть уже прошел этот момент первой осознанности, что такое, как, и это проявляется в их фильмах. Они начали делать по-настоящему первые фильмы. Если у Эдисона были заметки, были записи, думал, что, да как, что это было, и там подобное, неясно, то у них уже складывались первые фильмы, по сути, из этих заметок, то, что были Дэйси, первые фильмы. Легендарный фильм у них «Прибытие поезда». На самом деле, не помню по-французски, но «Прибытие поезда». И, разумеется, это всех повергло в невероятный шок, потому что они сидят, в темноте на них мчится теневой, теневой поезд. Просто вообще, по большей части кино есть свет, 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 но весь этот свет начинался с гигантской тени. Все состояло, по сути, из теней. Но не нужно забывать, что тень, это тоже есть свет. Может быть, нужно будет, объясню получше, что-то как. Вот. Но тут, в принципе, не нужно больших объяснений, почему это так. И, собственно, все состояло из теней. Было, прыгало много опасных, страшных теней, все окружилось в этих тенях. И это повергло людей в шок. Они никогда такого не видели. На них мчались настоящие привидения, призраки. Эти призраки представляли вовсе недобрые картины. На них мчится поезд. И это был шок, и это было вот первое такое настоящее прям, это было большей частью может быть рождения кинематографа, потому что кинематограф сейчас неразрывно связан с публикой и тому подобное. Это было первое прям по-настоящему скандальное, то, что затронуло жизнь кино. У него такое свойство затрагивать жизнь, люди вливаться, жизнь дополнять их. После этого жизни людей, я думаю, не станут прежними. Это станет надседать частью их. Но они дальше разберутся, как по полочкам и тому подобное. Частью их. И это всегда было свойство кино, кино дополняло нас, кино развивало нас, описывало наши переживания. Это был первый по-настоящему момент, когда вот кино вот эту функцию исполняло. И вот это есть, по сути, по-настоящему первое исполнение синематографа. Мельез увидел, дальше Жорг Мельез это увидел, этот поезд, увидел в фильме «Люмер» и был очарован. Ведь он всегда обожал вот эти все моменты, фокусы, понимаете? Он был иллюзионист. И получается, он вот эти все тени, вот эти все загадки, волшебство, это казалось ему невероятным, вливание одного пространства в другое пространство, повеливание призрака, повеливание тенями. Я не знаю, это было уникально, это то, что свойственного душе, натуре. Это, ну это, вот у него были определенно знать насчет этого, но это все, вот эта синематограф все опережала. Это был прогресс. Это было что-то абсолютно новое. И оно полностью ставило точку на том, что знал Мельез До и ставило новую главу в его дальнейшей жизни и тому подобное. Это было абсолютно что-то новое, уникальное для него. И он хотел заплатить, заполучить эту технологию просто что бы то ни стало. Но не складывалось не очень. Не складывалось, не складывалось. Но потом он все-таки заполучил. Желание было большое. Это было, это фокусы, иллюзии, все это было его жизнью, а это было вообще ее продолжением. Там уже видно, это опережало, это было сильнее всего то, что он знал больше. И желание было, разумеется, из-за этого гигантское. Желание сделалось свое, и он получил. И это желание дальше и сделало свое как развитие, глубокое, по-настоящему развитие, по-настоящему уже формы. Если сначала кино просто осознавался, он осознался как форма, окей, осознали как форму, сделали картины, все сделали. Не было еще таких творцов, которые задумывались прям по-настоящему о фабуле, о фабуле кино, о свойстве кино, о его органичности, системе, складе и тому подобное. Вот эти вот великие творцы вот такого формата, как Берман, Феллини, Тарковский, которые думали о самой сути кино. Не было. Но появился Мельез. Мельез это увидел, у него было несколько желаний, и он первый, кто начал складывать эти формы по-настоящему, делать у него какие-то, осмыслять композиции, что у кино есть, как есть, подобное. Он первый, серьезный, по-настоящему, каноничный прям кинематографист. Есть, сейчас в современном мире есть, разумеется, два типа кино с личностями, особы, которые выражают себя, делают, говоришь же, само кино, саму фабулу, квадрат, круг, я не знаю. А есть те, кто просто снимают фильм, просто сняли фильм, просто посмотрели, и все. А есть кино, где вот это ключ осознанности меняют, он создает личность, создает автор, и тому подобное. Разумеется, Мельез был первый, самый-самый первый такой кинематографист. настоящий художник, настоящий художник, переплетенный полностью, где его художество, где его вся личность как художника, лично все состоит из этого кино. Первый. До Альмадовара, до Джармуша, до Бергмана, вот, до Роя Андерсона, до всех книг, до Сокурова. Вот первый, самый первый, это есть Джордж Мельез. Он начал экспериментировать, думать, что возможно, что может сделать кинематограф. Он состоял из иллюзий света, он поймал машину, которая наиболее великолепно играла с этим понятием света, и он думал, что она может еще принести, какая машина иллюзий может еще породить иллюзии. И он начал попадать, благодаря этой сниматографической машине, в новые параллельные реальности, миры, отправляться на Луну, отправляться в космос, отправляться на ракете, в подводные миры. И все эти эксперименты, какие иллюзии сможет породить машина, самая лучшая машина для создания иллюзий, создала уникальные жанры кино и фабулы, как вот уже первые фильмы фэнтези, первые фантастические, научно-фантастические фильмы, и первый просто магический монтаж, где автор или актер исчезал и вновь на глазах появлялся, где он ускорялся, где он замедлялся, где он летал, где еще что. Вот эти все вещи, это все породило желание, вот эти первые вещи, первая задокументированная система, вот эти первые вещи, что вот по сути, в которых складывается понятие монтажа, что такое монтаж кино, создало желание Жоржа Мельеса, его стремление просто охватить все иллюзии мира, проникнуть вглубь и суть всех этих иллюзий и света, иллюзий света и тому подобное. Вот. Все это первый монтаж, первые монтажные основы по-настоящему, первые моменты слияния монтажа по-настоящему с театральной игрой, такое, бывает просто, ну, перекличка монтажа, кадр, после кадра, окей, окей, а бывает, когда вот монтаж сливается не просто с предыдущим кадром, не просто кино с кином, мы не называем монтаж, это и есть кино, и вот, вот бывает, вот правда кадр с кадром слилется, кино плюс кино, бывает, когда это монтаж, вот этот кино, Он сливается чисто с театральной игрой. Такого Дамильеса не было. И вот он первый, кто это сделал. Такой монтаж. Он просто максимально его обогатил. И по сути создал первое понятие, что такое монтаж и вообще, что такое есть кино. По сути, первый. Даже не Люмер. Люмеры только сознали фабулу. Да, есть фильм. Но фильм это не только фильм. Есть же еще помимо фильма кино, понимаете? Хотя может быть наоборот. Потому что начинался сначала синий-синий кин. Но тем не менее, вы, кажется, поняли мою мысль. В нем вот органи... Кино складывалось все более органично и органично. Начиналось оно с одной линии. Потом к этой линии... Первая линия Эдисон. Вторая линия крестом. Вот уже получается это Люмеры. И вот третья линия, я не знаю, или круг. Круг, который создается этим крестом. Это и есть Мельез. Вот такая вот органичная фабула. Это все более и более складывалось на глазах. У него уже первые открывались. Первые вообще студии, павильоны, где занимаются... Ну, не театрально, а вот уже синематографично. Кино это был уже не просто какой-то документальный мир. Просто показать и показать. Это уже реально была смесь уже, большая смесь со всеми другими видами искусств. Театр, музыка и тому подобное. Все это уже первое сливалось в работах Жоржа Мельеза. У него начали порождаться вот первые... Вот мы сейчас видим павильоны голливудские, мы видим все эти студии. Все это было первым, у кого это сложилось. Это был Жорж Мельез. И вот, разумеется, он гремел. У него была большая слава. Он создал уникальный вид художника, которого попросту раньше не было. Уникальную личность, уникальные работы, которых попросту никогда не было. Они поражали, удивляли всех, обобещали и вдохновляли, самое главное. Он был вдохновительным, культовым человеком. Но громкая слава может максимально быстро, к сожалению, забыться. Павильон сгорел. Работы были утеряны, потерялись. Аппарат был потерян. Денег не было. Все очень хреново. И идет постепенный скат. Не клеится, не клеится, не клеится. Сначала все клеилось, есть аппарат, есть идеи, и все. Но все потерялось. Все уничтожилось, вся работа, что была. В итоге, из-за того, что был пожар, вот суть, павильоне. Это убрало все вдохновение, мотивацию. Сус Мельез. Это убрало предыдущие работы. И вот, постепенно, вот этот большой отпечаток, туча, залило его дождем. Он не стал уже чувствовать суши, не стал чувствовать воздуха, солнце. Он был под водой, и так его имя стало забываться. Потихоньку, потихоньку забываться. Он не знал, как вернуться обратно в кино. Не было работы и не хотелось. Все утеряно, столько было работ, было тысячи. Тысячи фильмов он сделал. Все было утеряно, как кто бы хотел бы, если бы сделал. Тысяча картин и все потерять. Это трудно вернуться. Да и говорю же, денег не было и всего. И начало имя забываться. Вот он стал торговать игрушками. Что и стало? Звернулся в свое деятельность. Имя было практически забыто полностью. Но где-то остался отпечаток этого имени. И, разумеется, его имя начало воскрешаться. Все-таки узнали, думали, может быть, есть копии какие-то. Копии не находили, но тут вдруг нашли целую гору копий. Особенно великий его фильм, где, разумеется, та самая ракета врезается в лобу. Где он, тот же самый фильм, где он первый начал делать цветные фильмы, тем, что раскрашивал пленку. Все эти фильмы нашлись, и у имя начало вновь воскрешаться, как одного из первых по-настоящему серьезных деятелей кино. Вот. Все открытия вновь к нему вернулись. Но это уже спустя много времени после его бурной славы. Такая история вот с Джорджемельесом. «Хранитель времени». Фильм Мартина Скорсезе. Тоже в какой-то части хорошо показывает историю Джорджа Мельеса. Уникальный, красивый кинематографический фильм. С хорошим тоже монтажом. Очень прекрасной операторской работой. Интересный игрой. Вообще, замечательный фильм для критиков и для зрителей. Он будет интересен всем. Вот «Хранитель времени» отлично показывает. В поэтичном ключе, да, в очень юридическом ключе, историю вот Джорджа Мельеса. «Хранитель времени». Тоже вот можно, советую, посмотреть. Вот так. Это получается вот у Джорджа Мельес. Все, по большей части, начало зарождаться во Франции. Там уже начали кино разбираться, подхватывался. И начали появляться вот много новых немых фильмов. И имя Роберта Уильба Пола мне очень нравится, знакомо. Вот тоже один из первых пир-проходцев в Британии кино. Ну, тоже создавал очень интересные немые фильмы. Вот. Тоже какие-то заметки, без которых бы не было и британских, и британских, и тому подобное. Ну, много имен. Ну, там уже и Папст, там вот русский кинематограф получает. Яко Протазанов. И даже вот Хичкок потом появлялся в конце. Исенштейн, Долженко, Дзигавертов. Роберт Флорти основывает... Фирк настоятельно стоматизирует документальное кино. С его фильма «Человек с кинопаратом» великое документальное кино. И Роберт Флорти «Нанук севера». Тоже прекрасное, поэтическое и очень образное, интересное кино. С интересными пейзажами, с определенную на немую кинопленку. Монтаж зарождался... Монтаж зарождался по-настоящему в работах советских кинорежиссеров. Ну и, конечно же, Глий Российский просто. Протазанов заработал. Вот. И он перехвачивался и самообменивался с большим режиссером, с Дэвидом Гриффитом. Советское кино взаимообменивалось монтажными идеями с американским. А именно с одним именем, который создал невероятные эпические фильмы в Америке, который, по сути, создал по-настоящему первый Голливуд в Голливуде. Первый Голливуд, который был сначала в Нью-Йорке все-таки, а не в Лос-Анджелесе. Вот Дэвид Гриффит. С его фильмами «Нетерпимость», «Рождение нации» — это все особые и интересные, уникальные работы, которые идут больше двух часов и трех. И затрагивает много просто уникальных общественных и военных исторических вопросов. В том числе он поднимал вопросы куклус-кланов в Америке, на юге. Их борьбу, их доминирующую основу и тому подобное. Его некоторые фильмы про куклус-клан были, разумеется, культовыми, очень культовыми, а потом признаны очень расистскими. Понятно, на то есть причина. Тоже обогатил монтаж тем, что во многом приосмыслил идеи советских кинематографистов. В частности, очень знаменитая его техника альтернативного монтажа и альтернативной линии в сюжете «Повествования». Ну, очень важное имя советских кинематографистов. Сергей Эйзенштейн, у него броненосец Потемкин, Александр Невский, Иван Грозный. И все это абсолютно уникальные, удивительные, великие фильмы, особенно броненосец Потемкин. Про революцию в гражданских кругах, в социальных и тому подобное. Вот, но броненосец про рабочих, которых кормили очень ужасным, непригодным едой, в общем, понятно. Вот, тоже есть много уникальных, абсолютно удивительных кинематографических происхождений в кадрах, которые просто не было невозможно Дейзенштейна. Такое можно создать только абсолютно осознанный мастер кино. Вот, кино уже начало осмысляться более гибко, более плавно, более грациозно и более тонко, чем это было раньше абсолютно. И все это вот начали складывать кинематографисты. Отсюда и абсолютно, и советские кинематографисты, и отсюда абсолютное, во многом уже почти идентичное слияние монтажа, театра и, разумеется, театрального монтажа с кинемонтажом. Грациозное и мягкое, и изящное. Уже начинают по-новому смотреть на музыку, разумеется. Музыка с самого начала подбиралась известная, могли Баха, могли Бетховена накидать, набросать туда-сюда. Но уже начинают складывать первую по-настоящему музыку, музыку кино. И вы знаете, во что это дальше вольется. Очень примечательные фильмы, разумеется, не мое кино, во многом начиналось. Я прошла дальше немного с этим всем монтажом, потому что, если рассказывать по фабуле, если рассказывать по монтажу, то ты сразу на них перескакиваешь. Потому что, если ты... Тут важный радиус, который ты говоришь. Если ты говоришь в целом о кино конкретно, или в целом о зрительском кино, как кино было в обществе, тут одни имена отначально. Если ты говоришь о монтаже, или чисто с чистым кино, то ты уже сразу перескакиваешь с нулевых до 20-х годов. Не знаю. Ну, разумеется, Дезенштейна, или вообще, очень примечательно. Вот Дэвид Гриффит, он же, получается, создавал вот этот фильм. Вот десятых годов, очень значимый, я говорю, повторяюсь. Очень большие. И, разумеется, все до этого главенствовало и во многом немое кино в смысле комедии. Это имена Чарльд Чаплин, Бастер Китон, Гарольд Ллойд. Эти имена... Особенно Гарольд Ллойд создавал уже первые триллеры, по сути. Особенно интерес, когда триллер происходит в комедии. Эти имена создавали кино и создавали его тем, что вдохновляли людей, показывали его путем смеха, путем, что это такая добрая тема. Это очень сильно затрагивало, задавало любовь к кино у людей и тому подобное. Тем самым дальше уже и позволяло их осмотреть кино. Создавались новые имена в киноискусстве. И вот, разумеется, Бастер Китон, Чарльд Чаплин во многом создавали, продвигали кино уже, идеи Венеса уже и все остальное. Складывали его. Складывали первые киноактерские образы. Первые образы, значимые, яркие образы в кино. Первые культовые моменты. Первые по-настоящему цельные истории в кино. Хоть они были банально простые на камене, но тем не менее. Главное, создавали по-настоящему первые культовые моменты и образы. Очень важны фильмы Чарли Чаплин и Статца в совокупности. Разумеется, Огни Большого Города, Залаза или Каратка, Малыш. Или даже вот и другие короткометражные работы. Вот уже с них все начиналось, начиналась короткометражка. Сначала как актер, а потом он сам стал режиссером весьма очень талантливым. Тоже развил структуру фильма. Потом он Бастер Китон, Шерлок-младший, Паровоз-генерал, кинооператор. Эти фильмы не так богаты по образности, как Чаплин и не так богаты по комедии. Потому что комедия более сложная, она более драматичная и больше затрагивает спектров. Но как режиссер он был уникальный и, как сказать, глубоко уже тогда, уже тогда видно по взгляду режиссеру, как глубоко он смотрел на саму фабулу кино. Но Бастер Китон был яркой звездой немого кино, но, к сожалению, много немых кинематографистов, актеров, режиссеров после звуковой революции перестали быть известными и ушли в тени. Бастер Китон ушел, к сожалению, но из-за неудачного контракта с Warner Brothers. Дальше он уже почти перестал сверкать, почти исчез с экранов. Но Чарли Чаплин продолжал, и уже есть очень хороший фильм «Великий диктатор», где он уже звуковой, где он играет и Гитлера, и еврея. Уникальный фильм, тоже просто золото комедии. Ну, разумеется, и Чаплин уже и отходил от образа, и снимал фильмы без своего образа. Например, «Король в Нью-Йорке» тоже, вот, получается, без его икона образа. Продолжали, развивались и светились, его любили и ненавидели, его изгоняли из Америки за какие-то мысли о марксизме. Жил в Швейцарии, но потом возвращался, давали «Оскар». Ну и Бастер Китон тоже начал вспоминаться и тому подобное. Вот немое кино очень проявлялось, вот, в работах этих немых кинематографистов. Это немое кино очень сильно вдохновляло много людей. Еще можно отметить и самих братьев Маркс, которые тоже очень нравились публике. Меня особенно, помню, впечатлил фильм Гарольда Ллойда «Безопасность приниже всего», где он забирается за здание. Это просто уникальный культ в момент образа, которого попросту никогда в кино не было. И где смешение, правда, комедии и триллера, такого не было. Жанры начали смешиваться, настроения начали смешиваться, эмоции стали смешиваться. Уникальный фильм с уникальным актером, вот эти очки. И это, как он залезал на здание, уже проделывалось с многими режиссерами и осталось навеки вечно в сердцах любителей кино. Вот, Гарольд Ллойд. Кино везде расцветало, во всех странах. Можно отметить и шведское кино. Один из моих любимых – это Виктор Шестрюм, в котором невероятно проявилась поэтичность в кино. До него настолько кино поэтичным не было. В нем уникально вот... В нем уникально вот этот ветер поэзии. Он по-настоящему в кино начал проявляться именно вот эта вот глубокая, философичная и экзистенциальная линия. До Гриффитта ни один режиссер не обладал этой линией экзистенциализма. Вот. А Шестрюм? Шестрюм обладал. Вот Шестрюм. И этим мне очень нравилось. Мне очень нравятся фильмы «Три Виген» или же «Возница». «Возница» – особенно уникальный фильм про смерть и жизнь, про Новый год, как ты целый год становишься смертью и забираешь душ людей. И такой вот поэтичный тоже образ про алкоголь, про друзей, про несчастные разбиты жизни, вообще про жизнь, как прожил, как умер. Очень философичный, очень глубокий, экзистенциальный фильм. Очень. И порождает за собой уникальную поэзию, лирику и образ, который попросту никогда еще в кино не было. Уникальный шведский режиссер, который очень любил Ингмар Берман. И которого очень люблю я. Берман во многом есть последователь этого режиссера, и никто из всех кинематографистов не мог, не смог так ярко подобразить вот эту линию, что задал Шоустрим. Вот Берман, он смог. Берман – тоже особая фигура, которая появилась уже в 50-х, 60-х, 50-х. И, разумеется, как один из напложников авторского кино. Уникальный режиссер, уникальный, глубокий, экзистенциальный и очень литературный. До него настолько литературных тоже режиссеров было мало. Который хотел уже как кардинально смешивать литературу и кино. Хотя он еще был театральный режиссер. И тому подобное. Но театр и литература очень, по сути, тоже близко стоят. Рядом на кино и совсем тоже. Это Берман. Ну вот Шоустрим, да. Это все вот немое кино. Ну Шоустрим – одно из моих любимых, получается, немое кино. Бастер Китона я тоже очень люблю. Это мои самые любимые просто немые кинематографисты, которые сейчас тоже назвала. И у Хичкока были немые фильмы в Британии. Но они не остались настолько известными. Но потом он начал развиваться, знаете в чем. Ведь Хичкок – это по большей части очень даже звук. Очень даже звук. С Бернардом Херманом. Ну потом появлялся звук. Что из последней, или первый фильм, где этот звук был, это певец джаза американский, голливудский. И, разумеется, он послужил за собой. Что постепенно везде начал ставиться звук. Постепенно во всех фильмах. И в советский потом подхватился, если звук появился где-то в 27-м году. Нет, в 28-м, в 29-м, где-то так. Но в 30-м уже были чисто со всем звуком. Везде, во всем мире. Везде начали пристраться на звук. Мне особенно нравятся голливудские фильмы звуковые 30-х годов с Кэрри Грантом, Кэтрин Хэбберн. Вот, опять же. И с Гэрри Купером и тому подобное. Особенно вот мне вспоминается дуэт Хэбберн и Кэрри Гранта. Вот. Это очень хорошие фильмы получились этим дуэтом. Вспоминаю только... Они были очень комедийные, очень яркие, опять же. И одни из лучших комедий, вот, как сказать... В лучших комедиях, вот, играл Грант, вот, в начале 30-х годов. Мне вот, вот, очень нравится, вот, Голливуд 30-х годов. Он очень домашний, очень уютный, очень теплый. Вот. Кэтрин Хэбберн – уникальная культовая фигура. Про всех них можно говорить очень много. Они очень культовые личности. Но сегодня я очень медлю. Да, ну, тем не менее. Очень здоровский фильм есть «Мужьяк и старое кружево». Получается, Фрэнк Капра. Вроде бы его срежиссировал. Тоже очень важный режиссер тех времен, Фрэнк Капра. И очень у него культивый фильм. Это прекрасная жизнь, которая является альтернативой в Штатах советскому рязановскому фильму, который ставят на каждый советский российский Новый год. Это очень интересный, очень интересные фильмы у Капры. Опять же, очень важные для того периода. Которые тоже создавали первые голливудские фабулы, по сути, системы. И, разумеется, фильм «Мужьяк и старое кружево» один из самых смешных фильмов, что я вообще видела. И вот голливудские фильмы мне этим нравятся. Особенно XX века голливудские фильмы, они очень, правда, уютные, смешные, добрые. Мне очень этим нравятся. Я очень сильно их еще люблю за их актеров. Именно в Голливуде просто удивительно, уникальные актеры. Которые можно вспоминать. Вот Грейс Кэлли, Ингрид Бергман, Кэрри Грант, Камфри Богорт, Кэтрин Хёбберн, Эдри Хёбберн, Мэрилин Монро, Фред Астр, Джуди Гарлинт. Кстати, Джуди Гарлинт опять же, понимаете. «Волшебник из страны, волшебник из страны Оз». Уникальный фильм, где она тоже играла, который тоже сделан очень интересно. Первая часть такая бежевая, вторая у нас идет цветная, яркая. Первая часть такая грустная. Вот эта песня «Somewhere of the Rainbow». Очень красивый и лиричный момент в кино. Это уже один из важнейших фильмов. Очень много важных фильмов. Вы просто не перечислить. Или же опять же «Унесенный ветром» какой очень важный фильм. Потому что это самый первый цветной фильм, который был с Дэвидом Олселзником, а с продюсером, получается. И вот он положил, послужил началом какого-то даже цвета в кино. Но к нему не стали часто возвращаться. Практически не было. На самом деле только цвет начал появляться так лучше уже в 50-х годах. Это фильм 39-го вроде бы года у нас. Много важных имен. И вот, разумеется, Голливуд делали вот эту часть, что смесь кино с публикой. Они делали образ кино в людях, в обществе, в социуме. И делали этот зрительский кинематограф. Но и задавали общую планку именно для кино. Потому что именно голливудское кино очень тесно стояло с публикой, в социуме. Они сформировали образы кино, кинотеатров. Они сделали широкий экран, из квадратных широкий. Они дали звук. Они дали цвет. Это все вот в первой части вот эта всеобщая фабула где-то в Голливуде. Но по-настоящему фабулы кино строили именно во Франции. Разумеется, и были зрительские кинорежиссеры очень хорошие, как Билли Уайлдер тоже. Вот это все вот, понимаете, зрительские кинорежиссеры. Ну и были очень много авторских, настоящих авторов кино, в историю кино. Это я сейчас перечислю хоть Гадар, Трифориуэт, понимаете. Потом хоть советские кинематографисты, которые только что тоже уже обозначали. Винштейн, Довженко, Пудовкин, вот, Гриффит. Но Гриффит, он все-таки, он, конечно, имеет большую связь с публикой. Но он автор, потому что он стоял в начале, впереди, когда еще кино могло быть только осязаемым, только, ну, делаться только такими творцами, которые будут авторами, иметь тесную связь с авторским образом, видением. Вот. Разумеется, есть те, кто сделали зрительское кино, и, разумеется, те, кто делали авторское кино. Авторское кино, по большей части, делало кино. Это было чистое, настоящее кино. Но чистое кино невозможно без людей, а зрительское, это есть кино среди людей. И вот это дело. Но оно взаимообменилось чем-то и тому подобное. Но вот важно, кто делал фабулу, кто делал внутри, кто делал скелет и саму систему, и самую душу кино. И делали, разумеется, вот определенные авторы, вот как вот Шостром, как вот Советский только что перечислял, вот как Гриффит, вот, вот, даже и Чарль Чап. Ну, те же все, что все, кого я назвал вначале, не все, по сути дела, душу кино. Потом оно разделилось. Вначале кино было объединено, что не было ни авторских, ни зрителей, оно все было в смеси. Это все было истинно, сути одно. А потом, разумеется, по прошествию введения звука, разумеется, введение, по-настоящему создание крупных киностудий, начало создавать понятие уже и зрительского кино, и более интеллектуального, авторского кино, и тому подобное. Сейчас оно уже, эти два полиса уже достаточно очень различны. Над этим нужно задуматься, и нужно эти вещи поскорее объединить. Потому что они и так связаны, и так обмениваются, но лучше бы эта фабула органично была бы смешана. На этот счет я вспоминаю Таранти, вот сейчас особенно, ну, может даже смешаться, на этот счет я вспоминаю Скорсезе, и на этот счет я вспоминаю Тарантино, Пол Томас Андерсон, вот, эти имена, или даже Уэс Андерсон, это и есть такие имена, которые возвращают эту органичность, авторский плюс зрительское кино. Ну вот, на X веке, сколько развивалось, эти два полиса были как-то по большей части различны. Во Франции было невероятно много имен, глубоко, которые поменяли фабула кино. Да. Разумеется, что Жан Ренуар, Жорж Мельес, Братья Лемьер, опять же, я называл его Трюфо, Гадар, Ривет, Анис Варда, Марис Пиала, Роже Вадим, Жак Демей. И, разумеется, у них тоже, у Франции, был не то, что, очень даже свой, неплохой Голливуд, альтернатива Голливуду. Тоже интересны свои актеры, вот, французские. Бордо хотя бы тоже можно вспомнить, Бельмондо, опять же, вот. И тем не менее, вот, французская была, обладала невероятными и зрительскими кинорежиссерами, и очень таким зачатками, тоже, глубоко авторскими, новой волной, которая полностью перевернула взгляды кино, полностью. Вот, внесло в него, сделало кино, и по настоящим авторским делам, где главенствовал кинорежиссер, где кинорежиссер, это и есть писатель, это сделала Франция. Франция обладала и тем, и тем полюсом. Голливуд же, я бы сказал, только подчеркнуто зрительским, вот, если только в начале, какими, она подчеркнуто, доминирующаяся, но зрительским. Франция и тем, и тем. У Италии, в основном, Италия тоже очень мощная по авторам, и Италия тоже у нее были, и у нее был неореализм, который тоже очень важен для создания новой волны, и как притеча, действительно, режиссер-писатель. Это что, имена Роберто Расселлини, Лукино Висконти, понимаете, Федерико Феллини, Пьер Павло Пазолини, который я очень сильно люблю, Жозеппо Торнаторе, великий режиссер Микеланджело Антониони. И все эти имена очень тоже глубоко важны для фабулы кино. Для фабулы кино. В основном, Италия обладала режиссерами глубоко по-настоящему цельных, цельных авторов, которые именно развивали скелет в кино. Что Антониони с его пустотой, с его широтой взглядности, его пустырность, я бы даже так сказал, одиночество, уникально тоже. Или как Феллини, который начал создавать первые фильмы о самом кино. Уникально, уникально. И вот работы неоклассиков, они были, конечно, очень уже другие, потому что раньше сначала кино было очень доброе, а тут она начала о голоде, о бедности и о грусти сниматься. Но именно это в те времена, когда было вот так вот, нуждалось. Потому что хоть она снималась о грусти, но показывала, что в этом есть радость. То есть радость она везде возможна, во всех полюсах. И это было совмещение уже что-то такое уже бедное, грустное. Но и в этом было веселье какое-то, была жизнь, счастье. Был такой спрос. И даже в одно время мне эти фильмы нравились. И мне тоже было грустно. Тоже эти фильмы как-то помогали. Вот. И вот даже вот работы Витория Уда-Сити тоже очень важные. Очень тоже культовые актеры итальянские. Филарен, Марчелло Мастрояни. Эти имена знают просто все. И тоже очень важно. И по сути, да, у нас было три лагеря в совокупности. Или даже четыре. Наиболее важно. Еще было же японское кино, понимаете, которое тоже создавало интересный вклад, особенно Сидзира Отзу, которое сейчас по сути из чего вышел уже сейчас. Весь, почти двадцатый век. Точнее, весь кинематограф двадцать первого века во многом сходит. Имена, ну, много-таки эти имена, вот Отзу, Отзу был главный японский режиссер, но но, 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 смутом я не проскочил в мир, как вот Куросава. Кира Куросава, вот, Киросик Сигахара, вот. Большие тоже имена. И они тоже, получается, формировали кино, взгляд. Но это уже немного не сильно. Они во многом сделали кино, я бы сказал, двадцать первого века. Ну, там отзыв точно. Вот. Киросик Сигахара тоже сейчас во многом, мне кажется, делает вот какой-то клубчик в аниме и тому подобное и все. Но Куросава это все другое влияние. Это другое кино, очень мощное, но что говорить, а кто делал кино двадцатого века? А кино двадцатого века, века, правда, делали три лагеря по-настоящему. Это был Советский Союз в начале, вот, сожалению, только в начале, но потом в конце у них появилось большое имя, которые самые, ну, не были имена большие, но они талантливые, были подавлены политикой. Данелия, даже он, по сути. Вот. И Тарковский, Тарковский. И Тарковский это один из самых важных режиссеров Советского Союза и вот только он был настоящий такой автор, и вот он, наверное, и подытожил все кино, весь вот этот лагерь Советского Союза, что был началь двадцатого века. Ну, и как бы все, подытожил и восполнил всю потерю киноработ, которые потерялись из-за политики, которые ушли много на полку, ушли много тампликаторов, но вот Тарковский был один из самых больших советских режиссеров, если даже не самый-самый, наверное, самый-самый из-большой, в котором все собралось, все собралось, наиболее невероятно. мы любим работа это не советского нашего периода, шведский, итальянский, ностальгия, жертвоприношение, любимая работа у Тарковского, а из советского периода, наверное, солярис. Вот так, это и есть Тарковский. И по сути, по большей части создавало кино, вот три лагеря, по сути, вот кино 20 век создал три страны, то есть получается Италия, Франция, Голливуд, а, ошибка, Фу, Голливуд, ну три, три понастоящие, ну и четвертый советский союз, разумеется, тем, что своим монтажом и своим великим автором Тарковским, большим, но это все четвертое место. Голливуд создала уникальное зрительское кино, получается, чисто только зрительское, это очень важно, зритель, хорошо. Потом, Италия создавала подчеркнуто не зрительское кино, а авторское, то, что делает скелет кино, суть его подчеркнуто, а у Франции объединились два этих полиса, и свое влияние вот с новой волны и там подобное, и где, как оно зарождалось, Мельес, там, это, это нельзя проигнорировать, это не пробило, это очень важно, и вот это Франция, Франция, она как объединила себе все заслуги, и кинематографисты уникально вдохновляли всем кино, и там как-то объединилось как-то, все кино, все кино, которое может быть, американское, чисто американское, у итальянцев, ну, не чисто, прям итальянское, но итальянское, плюс голливудское, отчасти, вот, французов же все было, вот, и, наверное, по моему мнению, лучшее кино было в 20 веке, это из Франции, и Франция делала кино в 20 веке, вот, потом уже идет Италия, все-таки, Италия, потому что, почему Италия, не Голливуд, потому что суть кино, скелет кино, наиболее важен, чем более зарегинский, и в Италии, она вот наиболее в этом продвинулась, ну, и Голливуд. В Америке очень интересно тоже было вот дальше после «Французского волны». Вуди Аллан очень сильно любил работы и Бергмана, вот, ну, Бергман во всем советском был шостром Бергман, и Роя Андерсен, дальше, что-то говорить, вот, но вот Бергман очень любил, Феллини очень любил, любил работы французских кинорежиссеров, особенно Бергман, ну, понятно, шведский, вот, Вуди Аллан я очень сильно отмечу, уникальный авторский кинорежиссер, не голливудский, а американский, не, в общем, он тоже очень большой класс, в глазу мою личность, в развитии меня, моего киновкуса, вот, он мне первый показал, что кинорежиссер может быть как писатель, это уникально, он действительно был настоящий кинописатель, по-настоящему, мне вот это уникально проявляется, нигде вот так вот уникально проявляется как кинописатель, даже у Бергмана это не так, у Бергмана очень мощно, но у него другой полюс, а вот у него вот в Аллан именно, не режиссер, а именно кинописатель, вот подчеркнуто, вот в идеале это очень ярко по сути проявляется, вот, вот такие дела, что вот Хичкок, который переехал из Великобритании в США и создавал уникальные фильмы, тоже по сути, уникальные со звуком, уникальные триллеры, ужасы, уникальный цвет его работы, совмещение жанров, и стиль, и вот это его камео, и вот этот его образ, лоджик, и все, открыл много имен, раскрыл их, Лим Стюарт, опять же, что нужно вспомнить, как Грейс Кэлли, вот-вот Окно во двор, уникальные фильмы, или Психа, это все тоже очень яркие, яркие, яркое имя, яркие фильмы, что он, получается, создал, но становилось все более и более глубоким, более лиричным, более кинодраматургическим, и отсюда начал появляться кинодраматургия по-настоящему, тут уже имеют Аннино Гуэре, который работал самыми в маэстро кино, кстати, можно вспомнить маэстро кино, самый, давайте я назвал самых больших имен от кино 20 века, ну, я их уже много сейчас раз назвал в лекции, это Бергман, Тарковский, Рой Андерсон, Виктор Шострюм, Чарли Чаплин, Бастер Китон, не-не-не, я не буду так, я причуслив самых-самых важных, я не буду, важно самых-самых, короче, Тарковский, Бергман, получается, Феллини, Антониони, Паула Пазолини, Паула Пазолини, Хичкок, Годар, Триуфо, Ясидзиро Отзу, Акира Курасава, и очень важное имя, Тео Ангелополос, то есть, Теодорос Ангелополос, греческий кинорежиссер, который, тоже был просто, невероятно, титанического ума, мышления, и сделал из кино, какие-то фрески, по его фильмам можно смотреть, прям действительно удивляться, насколько это произведение искусства, они действительно похожи на великое, высокое искусство, от Микеланджело, Арфаэля, да Винчи, Караваджо, напоминают очень, тоже очень монументальные работы, скульптурные, очень такие объемные, их тоже стоит посмотреть, они тоже глубоко развивают вкус, потому что в них объединилось все, они просто, это один из самых глубоких режиссеров, и глубина, это именно про него, просторность про него, в этом, в нем, и глубоко проявилась, эта черта, глубокость, глубина, объемность, это все глубоко проявилось в Ангелополосе, это делает его одним из самых лучших, больших мастеров кино 20 века, что вспомнить его пчеловода, вечности один день, или же пейзаж в тумане, про детей, туман, брак, слякоть, и только, только глубокое, глубокое, глубокое пространство, это все есть Ангелополос, да, кстати, из французской новой волны, наиболее тесно, которые, вот если французская волна, это, по сути, кино чисто, о скелете кино, в сути, Гадар особенно уникальный режиссер, тем, что он вообще проделал уникальный путь, у него сначала кино было похоже, на какие-то очертания, обычного традиционного кино, а потом он начал все более и более абстрагироваться, в нем больше и больше начал проявляться с годами, философичность, глубина, политика, у него кино начало уже с Пашняком состоять, и чисто из кинофабл, чисто у него начало быть одно экспериментальное кино, особенно если сейчас, смотри, какие фильмы он сейчас делает, с Пашняком из множества великих кинематографов и фильмов, сделан его отдельный фильм, допустим, книга, книга образов, получается, вот, даже этот фильм вспомнить можно, который здесь воткан из множества других полотен, вот, все более и более экспериментально с каждым днем становился, вот, уникально тут же режиссер, говорит тоже об этом уже по большей части, и все эти, вся французская волна, она была, вот, сплошняком, на скелете кино, но, Трюфо, он нет, Трюфо был самый такой более нормальный средневек, он самым больше был пропитан Голливудом, он ему нравился очень сильно, Хичкок, ему очень сильно нравился Арсен Уэллс, тоже очень важный голливудский режиссер, вот, как можно претечь, прям независимого кино в Америке назвать, вот, ему нравились эти работы, у него было какое-то более или менее совмещение со зрительским кином в его работах, вот, они не были такие прям уж киношные, прям скелетные, ну, более легкие, более, более голливудские, вот, более такой добрый парень, вот, ну, за Луну Париж он получил, Оль, не Луна Парижа, Американская ночь, вот так называется фильм, и за него получил Оскар, и тоже очень прекрасный фильм, как его 8 с половиной, его версия, вот, тоже очень интересный, вот Орстон Уэллс можно вспомнить, уникальный культовый фильм, один из лучших американских фильмов, гражданин Кейн, Орлс очень интересно экспериментировал с призмой, со стеклом кинематографа, и с тенем и светом, в нем очень ярко проявился жанр нуар, очень популярный, потом стал жанр в 30-х, там, в 40-х годах, в Америке, то есть именно жанр нуар, детективный, детективный, все такое, даже мрачное, и тому подобное, это все ярко проявилось, в Орстоне Уэллсе, вот, что нужно вспомнить, Леди Шанхая, уникальный фильм, уникальная сцена с зеркалами, говорю уже, и вот Гражданин Кейн, тоже, особый монументальный фильм, скульптурный, такого в кино, еще никогда не было, если только вот такая экспрессия Уэллса, она была, ну может быть, была свойственна киноэкспрессионизмом, особенно важному явлению, которое пропустило, начало немого кино, то есть немецкое кино, но немое, немое кино, и оно вот очень, свойственно, свойственно своим экспрессионизмом, яркий представитель, это Фридс Ланг, который пошел очень ярко в нуар, влился, тоже в Бальбу перебрался, и вот яркий, это Мурнау Фридрих, вот, и Руд Папст, это все вот, есть немецкий киноэкспрессионизм, вот, и это были уникальные работы, уникальные, как проявлялся грим, подчеркнуть образы, там вот этот, зарождался первый ужас, первый страх, вот такие вот карикатурные образы, первые зарождались именно там, которые так ярко будут проявляться в кино 80-х, 90-х, в нулевых, и там подобное, это все там, вот в немецком киноэкспрессионизме, мне особенно нравился Мурнау, понимаете, про его Носферату, и тому, тому подобное, ну вот, Фридс Ланг, отдельное имя, которое, конечно же, был немец, ему нужно было уехать, из-за Гитлера, из-за всего этого, в Америку, в Америку, начал создавать, уникальный, конечно, фильм уже американский, нуарный, но уже не такие, как раньше, отнимой кино, у него очень мощная, особенно, Метрополис, уникальный тот же фильм, который тоже сначала не принялся, его урезали, его забаррикадировали, но потом признали, иконы и вершины, очень важны, ну и правда, таких кинофресок, еще никогда до него не было, и фильм очень классный, это М, Маньяк, М как маньяк, маньяк, тоже очень сильный фильм, таких тоже не было, по своему настроению, вот, тоже особый фильм, еще можно вспомнить, когда говорите о немецком кино, можно вспомнить Лени Риффенштайль, которая, разумеется, наоборот, осталась, и начала делать уникальные, фильмы про нацизм, которые даже сейчас будут смотреть, потому что она просто, это не просто пропагандистский фильм, просто повезло пропаганде, что они нашли настолько уникального маэстро от кино, обогатило очень мощно документальное кино, оживило его, и по сути все документальное кино, что и сейчас, оно вышло, по сути, из работ Лени Риффенштайль, разумеется, не из пропаганды, а из ее киноязыка, разумеется, Орсон Уэллс послужил собой предтечей независимого кино, какой-то части, но вообще независимое кино еще зарождало с самого начала, еще United Artists, с Мэри Пикфорд, с Гарльдом Ллойдом, с Чарльдом Чаплина, и вот там еще он зарождал, но если в каноническом плане, который мы видим, с есть восьмысленной, с есть теми образующим, прям по-настоящему, вот в этом плане, Косоветис один из первопроходцев, греческого происхождения, режиссер, потому что уникальный фильм у него есть тоже «Тени», живый дебют вроде бы, и все это послужило началом прям независимого кино в мире, который очень сильно люблю, мне очень нравятся фильмы Джима Джармуша, один из моих любимых режиссеров, он тоже есть, независимое кино, но независимое кино это уже больше относится к кино 21 века, но тем не менее, Джим Джармуш, я очень люблю Джима Джармуша, он для меня не то чтобы очень важный режиссер, но для меня еще очень важный музыкант, он перевернул мое мнение и взгляд о музыке, обогатил его, расширил над ним своим видением, как он показывает его в своих киноработах, вот, можно вспомнить более странно, чем в раю этот фильм, который послужил какой-то, стал его культом, главной работой, и вот он является иконой, и является главным образом американского независимого кино на начале его зарождения, вот, но они помимо прочего другие нравятся, очень прекрасный фильм «Ночь на земле», очень здоровский фильм «Кофе и сигареты», потом «21 век Паттерсон», «Выжил только любовник», «Мертвые не умирают», вот это все, особенно Паттерсон, Паттерсон мой самый любимый фильм у него, «О поэтии», о котором я писал много стихов и тому подобное, уникальный образ, и, разумеется, с Джармуш объединилось очень много кино, особенно большое влияние Отзу, очень большое влияние Японии, японского кино, Курасау, и Отзу, да, и просто обычного, старого доброго американского кино. Парень из Огайо. И его фильм я очень люблю, и это, получается, мой самый любимый режиссер. Вот дальше начали появляться и все это, дальше, разумеется, и Голливуд начал развиваться, в нем оставались экранизации, в нем славился нуар, в нем какое-то время славился Фрэнсис Форд Коппол, очень важное имя, «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», какое-то авторское киноведение, и все это состоялось после революции Гадарами, Трифо и Реветом. Но, 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 потом наступила эра блокбастеров, которую положил с собой Стивен Спилберг и Лукас, который идет, по большей части, даже и сейчас, и с эрой ультра блокбастеров уже с фильмами Марвел. Но это уже отдельный разговор. Еще по поводу немолки, но я хочу сказать, еще был очень важный, важный имя, Луис Баниэль, который дружил с Лоркой, Дали, и они из Дали создали уникальные фильмы, немолки, но андалусский пёс. Один из самых ярких образов немолки, но и экспрессионизма в кино, и вот этот глаз, вы знаете, что с ним, но тоже уникальный сюрреалистический фильм, он тоже, как один из наположников какого-то сюрреализма в кино, мексиканский, испанский, и вот-вот, и андалусский, вот так вот, кинорежиссер. Тоже стоит посмотреть. На многом этот режиссер мне дал помочь осмыслить кинорежиссер, и после него как-то я начал делать, ну, он просто мне показался очень культовым, стильным, калитматичным, мне сильно вдохновил на создание своих фильмов по-настоящему. Если Аллан мне открыл, что киноискусство может быть такое же самостоятельное авторское искусство, как и литература, что вот кинорежиссер он может как писатель, то Буниэль меня вдохновил, показал, что я могу, и там подобное это я сделал, и вот так вот. Мне особенно очень сильно нравилось, это правда не мое кино, и не мое кино меня очень сильно вдохновляло. Мне нравится у него фильм Семён Столпник. Прекрасный фильм, образный, и очень ярко запомнился. Приозьмите с независимым кино. Независимым кино особенно очень интересно, потому что оно было такое многогранное. Оно впитывало, убирало почти все, все, все имена, все кино, что было разное, разное, много. отсюда начал появляться постмодерн какой-то в кино и появляются такие авторы как вот очень начитанного как допустим квентин тарантино уникальные гений кино и в котором соединилось к друге но почти энциклопедия кино и состоит из всех кино чего там только нет ссылок на ссылок и показатели и манера операторской и всего чего-то конец это из-за тарантино и все время перемешиваться смешивается и не просто смешивается а сливается в органичный образ и создатель почти культово за культовым фильмом что криминальное чтиво убить дебила джанго освобожденный потом омерзительная восьмерка бесславные ублюдки и от уникальный фильм однажды в голливуде тоже вообще почти итог правда все его деятельности она хочет поставить делать новый фильм но не об этом вот чисто глубоко кино режиссер вот такой породил за собой искусство имена и вот-вот сандерсом тоже уникальное имя для него кино ричард фенклейтер очень важными на нему для независимого кино начала помимо всего прочего кино же это еще и анимация анимация поскольку уже начал появляться первое самое первое сказал бы уменьется но там и старевич очень важный наш режиссер советский вот он считается вложником анимации вот мультипликации и дальше дисны начал образовываться но я хочу сказать про очень хорошего хаяо миадзаки который сейчас даже больше чем просто мультипликация есть тоже продолжение всего кино в целом тоже это один из больших маэстро кино пока на данный момент в истории миадзаки и разумеется миадзаки тоже начали заниматься другими работами двадцать первого века печал пункт бирс это кул например девушка бумми который конца и просто жизни тайский уникальный режиссер тоже возможно тоже один из маэстро просто уникальных вот тоже под влиянием миадзаки вот миадзаки сейчас создает тоже по большей части какие-то определенные имена в кино